Приветствую всех любителей итальянского языка! В этом видео мы продолжим с вами разбирать эпизоды из телесериала Netflix'а «Эмили в Париже». Дорогие друзья, рада снова видеть вас на моём канале. Благодарю за то, что смотрите мои видео. Но для тех, кто здесь впервые, я представлюсь. Меня зовут Нина. Я аккредитованный гид-переводчик на итальянском языке по Москве, а также более шести лет преподаю итальянский язык как частным образом, так и на языковых курсах. На моём канале уже вышло одно видео, посвящённое американскому сериалу «Эмили в Париже», который я посмотрела на итальянском языке. Поэтому я решила сохранить некоторые сцены и разобрать их вместе с вами, узнать новую разговорную лексику на итальянском языке, а также разобрать некоторые интересные грамматические конструкции. Поэтому, если вам интересна данная тема, то продолжайте смотреть. Сегодня я для вас выбрала два эпизода, в которых встречается конжунтиво, сослагательное наклонение, поэтому это видео особенно будет полезно тем, у кого уровень итальянского языка B2 и выше. Но если вы пока не дошли до изучения и конжунтиво, сослагательного наклонения, то в любом случае продолжайте смотреть, потому что помимо грамматики, здесь мы также разбираем и интересную лексику. Вот такой первый эпизод мы с вами сейчас разберем. Эмили приезжает во французский офис и знакомится со своими коллегами. Как мы видим, Сильви, директора рекламного агентства, очень удивлена тем фактом, что Эмили не говорит по-французски. И давайте посмотрим, какой диалог между ними произошел. Давайте разберем первую реплику Сильви. Она говорит... Я думала, что человек, который должен был приехать, говорит по-французски. И как раз таки здесь мы с вами встречаем наше конжунтиво, сослагательное наклонение, если быть более точным, то конжунтиво имперфепто. Я забегаю вперед, скажу, что существует четыре типа сослагательного наклонения в итальянском языке. Это il congüntivo presente, настоящее время, сослагательное наклонение. Il congüntivo passato, прошедшее время, законченное. Il congüntivo imperfetto, как в нашем случае, продолженное сослагательное наклонение в прошлом. И il congüntivo tra passato, это предпрошедшее сослагательное наклонение. Сослагательное наклонение преимущественно используется в предаточных предложениях. В случае, когда в главном предложении выражается необходимость, желание, неуверенность, предположение, то есть субъективное отношение говорящего к сообщаемым фактам. То есть такие предложения, как я думаю что, мне кажется что, мы предполагаем что, и так далее, и так далее. Вот после что в итальянском языке предаточное предложение будет стоять в сослагательном наклонении. А в каком именно уже зависит от того, в каком времени стоит главное предложение. Давайте вернемся к нашей фразе из диалога. И вот здесь наш глагол parlare стоит в congüntivo imperfetto, parlasse. Давайте разберемся почему. Главное предложение, credevo, я думала что, я предполагала что, или я верила что. Стоит в imperfetto. А по правилу согласования времен и сослагательного наклонения в итальянском языке, если главное предложение стоит в imperfetto, то предаточное предложение должно стоять в congüntivo imperfetto. То есть у нас получается два действия в прошлом происходили одновременно. Я думала что человек говорил. Pensavo que la persona parlasse francese. Давайте теперь вернемся к средней части этого предложения. Там Сильви говорит. Pensavo que la persona, que sarebbe vinuta. Давайте разбираться с этим сказуемым. Я думаю, вы узнали в этом сказуемом сложное условное наклонение, il condizionale passato, или условное наклонение прошедшего времени. Напомню, что в итальянском языке существует два условных наклонения. Простое, или настоящего времени, il condizionale presente, и il condizionale passato, как раз таки в нашем случае, который используется сложное условное наклонение прошедшего плана. Как они формируются? Il condizionale presente, это простое время. Мы берем смысловой глагол и спрягаем его по правилам либо правильных глаголов, либо неправильных глаголов, которые мы учим наизусть. A condizionale passato сложное время, поэтому требует вспомогательного глагола essere или avere и причастия прошедшего времени смыслового глагола. Правила выбора смыслового глагола essere или avere для condizionale passato абсолютно точно такие же, как для всех сложных времен. В нашем случае мы видим il condizionale passato от глагола venire. Глагол venire – это глагол чистого движения, приходить, пребывать. И в сложных временах всегда спрягается со вспомогательным глаголом essere. И для того, чтобы построить фразу в condizionale passato, нам нужно проспрягать вспомогательный глагол. Возьмем, как в нашем случае, essere, в condizionale presente, в третьей лице единственного числа, это будет форма sarebbe, и прибавить причастие прошедшего времени от глагола venire. Оно правильное и будет venuto. Но мы помним, что подлежащее в этом предложении у нас la persona, это женский род, третье лицо, единственное число, поэтому изменяем окончание у причастия на a – venuta. И получается такая фраза la persona che sarebbe venuta. И как же мы переведем это предложение? La persona che sarebbe venuta. По-русски мы сказали бы человек, который должен был приехать. То есть здесь мы чувствуем, что действие, которое должно было произойти в прошлом, не произошло, не случилось. Человек, который должен был приехать, но по какой-то причине не приехал. La persona che sarebbe venuta. У condicionali passato есть несколько функций, когда мы его должны использовать, и один из пунктов его использования как раз-таки соответствует нашему случаю. То есть il condicionali passato используется для выражения действия, которое должно было совершиться в прошлом, но по какой-то причине не произошло. То есть начальница Эмили, она могла бы приехать в Париж из Чикаго, но не приехала. Вместо нее приехала Эмили. Поэтому Сильвия говорит, что я думала, что человек, который должен был приехать, говорит по-французски, но он не приехал. А вместо него мы видим прекрасную Эмили. Давайте еще раз соберем эту фразу воедино и проговоримся вместе. «Пенсаво che la persona che sarebbe venuta parlasse francese». «Credevo che la persona che sarebbe venuta parlasse francese». «Quella era Madeleine». «Ah, quindi tu non sei Madeleine?» «Iо sono Эмили. Эмили Cooper и sono così contenta di essere qui». «Бэ, è davvero un peccato». «Come, mi scusi?» «Che tu non parli francese. È un problema». Эмили отвечает Сильвии. «Quella era Madeleine». «Маделine» — это как раз таки ее начальница, которая говорит по-французски, но не приехала в Париж. Далее Сильвия ей отвечает «А, quindy tu non sei Madeleine?» «А, понятно, ты, получается, не Madeleine». На что Эмили ей представляется и говорит «Io sono Эмили. Эмили Cooper e sono così contenta di essere qui». Первая часть предельно простая и понятная. Вторая часть, давайте посмотрим. Здесь есть выражение с глаголом «essere» «быть довольным», «essere contento». По правилам предложенного управления глаголами вы между предлагательным контентом и последующим глаголом должны поставить предлог «di». На моем канале есть большое отдельное видео по предлогу «di», где я рассказала и привела примеры всех возможных случаев использования предлога «di», а также некоторых устойчивых выражений. Оставлю ссылочку вот здесь вот вверху и в описании к этому видео, поэтому переходите обязательно и изучайте эту тему. Получается такая конструкция «sono contenta di essere qui». Далее реплика Сильви. «Beh, è davvero un piccato». «Beh» в данном случае это междометие. На русский язык мы можем перевести как «ну». И дальше она говорит «è davvero un piccato». По-русски можно сказать «ну, действительно, жалко». Эмили не понимает, почему Сильви не очень-то довольна и переспрашивает ее «come?» «скузи?» Когда вы чего-то не расслышали или вы не поняли с первого раза, когда итальянец на супервысокой скорости вам выдал какую-то информацию, вы можете переспросить с помощью такого вопросительного слова «come?». То есть «как?», «извините, пожалуйста». «Come?», «miscuzi?». И далее также мы встречаем «conjunctivo» уже presente, потому что Сильвия отвечает Эмили. «Que tu non parli francese?» «E un problema». Здесь нужно оговориться, что «conjunctivo» ставится не только после таких фраз, как «penso que», «credo que», «supponiamo que» и так далее. Но также и после безличных конструкций, таких как «e picato che», «bizonia che», «e possibile che» или «e impossibile che» и так далее, их довольно большое количество. И здесь как бы Сильвия продолжает свою мысль, которую начала в начале. Это действительно жалко, что Здесь используется «conjunctivo presente» от глагола «parlare». Мы знаем, что «conjunctivo presente» в первых трёх лицах «io», «tu», «lui», «lei» и «lei» – вежливая форма, то есть «я», «ты», «он», «она» и «вы» вежливая форма имеют одну и ту же форму, то есть «io parli», «tu parli», «lui lei parli». Таким образом, «tu» совпадает в глаголах первого споряжения на «are» со своей формой в индикативе, в изъявительном наклонении. «Io parlo», «tu parli», «lui lei parla». И вот здесь, обратите внимание, да, «conjunctivo» «io parli», «tu parli», «lui lei parli». И «tu» и «tu» совпадают. «Tu parli», «ты говоришь по-французски», например, «tu parli franches», это факт. И очень жаль, что ты не говоришь по-французски. «Epicato», «que tu non parli franches». Я думаю, что кто изучает «conjunctivo» или уже его изучил, тот меня прекрасно понимает, о чем я говорю. Но в любом случае, не пугайтесь, без «conjunctivo» наш итальянский язык не был бы таким красивым. Это его, скажем, отличительная черта. Не во всех европейских языках есть сослагательные наклонения. И последняя реплика Сильви. «Это проблема», «e un problema». Здесь напоминаю, что слово «проблема» греческого происхождения, «исключение» и «это мужской род». «Il problema» в единственном числе или «un problema», если это неопределенный артикль, и во множественном числе там будет окончание уже «и». То есть много проблем по-итальянски будет звучать как «и проблеми». Ну что, кто заметил «il conjunctivo presente» и во втором эпизоде, давайте его разберем. Здесь я не помню, к сожалению, как зовут этого прекрасного французского мужчина, который хочет пойти в ресторан с как минимум одной звездой Michelin. Если вдруг кто помнит, как зовут этого героя, оставьте, пожалуйста, комментарий к этому видео. Надо будет мне пересмотреть еще раз этот сериал. Давайте разберем их реплики. Эмили говорит «Перкенонадьяму туттин сьеме отченаста сэра и кунтиниаму адискутерны». У них там была небольшая проблемка, поэтому она предлагает решение, чтобы все в такой неформальной обстановке переместились вечером в один хороший ресторан и продолжили беседовать о своих делах. Ее вопрос «Перкенонадьяму туттин сьеме отченаста сэра» Мы можем перевести на русский язык, как «Почему бы нам не пойти сегодня вечером всем на ужин вместе?» «Перкенонандьяму» «Почему бы нам не пойти?» Чувствуете здесь такое как бы отрицание, но имеется в виду «Почему бы не?» «Перкенонандьяму туттин сьеме отченаста сэра» Второе ее предложение «Экунтиниаму адискутерны». Что такое дискутерны? Здесь есть частичка «не», которая имеет массу значений в итальянском языке, одной из которых замена предлога «ди», то есть «о ком», «о чем», «об этом» или «о ком-то», «предложный падеж». У них была какая-то проблема, как я уже говорила до этого, и дабы не повторять еще раз дополнение, поговорить о нашей проблеме или там «решить нашу проблему», мы можем заменить вот это все дополнение маленькой, короткой, компактной частичкой «не», добавив эту частичку «не» к глаголу «дискутеры», «обсуждать», «дискутерны», то есть «обсудить это» или «поговорить об этом». Если бы не было этой частички «не», то фразу можно было бы сказать следующим образом, целиком. «Экунтиниаму адискутере дель ностру проблема». Ну, «дель ностру проблема» это я уже от себя добавляю, там, о нашей проблеме, да, о их делах каких-то, получается, и продолжим говорить о наших проблемах. Ну, это, согласитесь, немножко громоздко звучит, тем более, что они уже в курсе, о каких делах они сейчас говорят и о чем они могут поговорить за ужином. Поэтому в итальянском языке очень удобная частичка «не» заменяет вот эту всю громоздкую конструкцию, чтобы не повторяться, чтобы не было тавтологии. Получается «Экунтиниаму адискутерны» и продолжим обсуждать это. И далее герой, имя которого я подзабыла, соглашается с Эмили и говорит «Секунду мэ, он оттима идея». По моему мнению, это прекрасная идея. «Секунду мэ, он оттима идея». Далее он говорит «Ми ва бене, куалунку и посту ке абиа уна стелла Мишлен». Для меня подойдет любое место, у которого есть одна звезда Мишлен. Во-первых, здесь мы видим разговорную конструкцию «ми ва». Я уже снимала отдельное видео на тему разговорных полезных фраз в итальянском языке. Оставлю также ссылочку в описании к этому видео. И там я рассказывала об этой конструкции «Ти ва диандары?» «Тебе хочется пойти?» «Си, ми ва?» «Да, мне хочется». И здесь наш герой также использует эту конструкцию «Ми ва бене?» «Мне подойдет?» «Мне хорошо подойдет?» «Куалунку и посту?» «Любое место». И здесь внимание после таких слов, как «Куалункуэ», «Киункуэ», «Дуункуэ» и нескольких других похожих, мы также обязаны использовать конжунтиво в зависимости от времени, которое используется в главном предложении и вообще из контекста всей фразы, опять же, по правилам согласования времен. Здесь герой говорит «Главное предложение в настоящем времени» «Ми ва?» Это индикативо презенте, удивительное наклонение настоящего времени. Поэтому и после этого слова «Куалункуэ», «Любой», мы также используем конжунтиво презенте, то есть настоящее сослагательное наклонение от глагола «Авере», то есть мне подойдет любое место, которое имеет звезду Мишлен. Глагол «Авере» неправильный в конжунтиво презенте и спрягается следующим образом. «Ио абья», «ту абья», «Люйлейлей абья», «Ной абьяму», «вой абьяте», «Лору абьяно». Место – это третье лицо, единственное число, соответственно, «он» или «она», «Люйлей», и глагол «Авере» в этой форме имеет спряжение «Абья», поэтому мы и получаем «Квалункуй посту ке абья» у Настелла Мишлен. Ну что ж, вот мы и разобрали два эпизода, которые я для вас подготовила на сегодня. Надеюсь, я вас не сильно испугала такой темой, как сослагательное наклонение или конжунтиво в итальянском языке, но поверьте мне, если вы действительно любите итальянский язык и хотите говорить на нем как носитель языка, то без темы сослагательного наклонения вам не обойтись. Оно не такое страшное, как кажется на первый взгляд и действительно придает своеобразный шарм итальянскому языку. И вот, посмотрев весь сериал «Эмиль в Париже», я заметила, что, ну, очень-очень часто используются там такие конструкции, которые после себя требуют конжунтиво во всех его проявлениях в четырех формах «презенте», «пассато», «имперфетто» и «трапассато». Поэтому продолжайте изучать итальянский язык, совершенствуйтесь, делайте массу упражнений, практикуйтесь, доводите до автоматизма, читайте, смотрите, слушайте, общайтесь с носителями языка, и таким образом вы качественно продвинете уровень владения итальянским языком и будете изучать как носитель языка и получать бесконечные комплименты от итальянцев. А на сегодня у меня все. Я благодарю за просмотр этого видео. Если вам понравилось и оказалось полезным, поддержите его пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, активируйте колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Я желаю вам большой удачи в изучении итальянского языка и до скорых встреч в моих новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok